Божье водительство и человеческое посредничество. Мы увидели с вами, что Бог вдохновил свое слово и дал нам его через конкретных людей, не игнорируя, не уничтожая при этом их стиль, особенности их мышления, их личности и так далее. Сейчас мне бы хотелось, чтобы мы с вами начали с нескольких стихов из Священного Писания. Давайте сначала прочитаем из Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 и 18 стихи. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Так вот, как только мы с вами говорим о том, что, или как только кто-то нам говорит о том, что, ну вот, Библия была искажена, Библия была испорчена, Священное Писание не авторитетно и так далее. Мы совершенно спокойно можем этому человеку задать такой вопрос. Скажи, а ты словам Иисуса Христа доверяешь? Можно ли доверять Иисусу Христу? Он скажет, ну да, конечно, если Иисус Христос, он Бог и так далее. Смотрите, что он говорит о Ветхом Завете, что он говорит о Писании. Ну, правда, тут кто-то может выкрутиться и сказать, ну, смотрите, это, наверное, не слова Иисуса Христа, это Иисус уже приписала более поздняя церковь эти слова. Вот, ну тогда с ним нужно будет говорить дальше, и мы сегодня будем беседовать и размышлять о том, какие аргументы здесь можно представить. Но, в принципе, сам Иисус имеет очень высокий взгляд на Священное Писание. Ни одна буква, ни одна йота, то есть ни одна точечка над еврейской буквой не исчезнет, пока весь закон Моисеев, пока весь, все, что написано в Ветхом Завете, не исполнится. Это один момент. Но есть и другой момент. Известнейшая история, записанная в Евангелии от Марка, глава 12. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, глава 12. История о том, как приходят к Иисусу саддукеи. А саддукеи были люди, исследовавшие Священное Писание. Такие профессора. Иногда профессора, профессионалы, иногда любители. Ну уж тут кто как. Но люди, которые в Священном Писании действительно разбирались. Но, правда, у них было несколько проблем. Во-первых, они принимали только первые пять книг Ветхого Завета. Ничего больше они не принимали. Они строили свое учение только на пяти книгах Моисея. А во-вторых, они не верили в сверхъестественное. Во все, что может показаться сверхъестественным, и в частности, в воскресение мертвых, они не верили в принципе. И вот они пытаются уловить Иисуса Христа на глупости, неразумности, нерациональности его веры в воскресение. И вообще показать, высмеять, публично высмеять всякую мысль о воскресении. И рассказывают совершенно невероятную какую-то историю. Помните, эта история начинается с Евангелия от Марка, 12 глава, начиная с 18 стиха. Вот они приходят и говорят Иисусу, 20 стих, «Было семь братьев. Первый взял жену, и, умирая, не оставил детей». Помните, по закону Моисеева, дальше должен был следующий брат восстановить семя. Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей. Также и третий, семь человек, да? Брали ее за себя семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Ну, понятно, что история белыми нитками шита, то есть, ну вот, она надуманная. Так, ну, представьте себе ту женщину, представьте себе ее состояние. Вообще, наверное, она должна была быть сильной женщиной, она сохранила семерых мужей. Вот. И теперь они дальше делают следующий шаг. И они говорят, «Вот представьте себе, что все эти восемь человек воскресли». И вот воскресает она, воскресают семь братьев, и между семерыми братьями начинается спор. Спор о чем? Спор о чем? Чья жена? Совершенно верно. То есть, они говорят, «Иисус, если предположить, что существует воскресение, то вот начнутся вот такие нелепости, начнутся такие несуразицы». Если, кстати говоря, вы думаете, что ну, как-то странно работала фантазия у саддукеев, на самом деле фантазия у нас с вами работает порой столь же странно, мы употребляем, используем столь же нелепые аргументы порой. Ну, например, в Средневековье один из вопросов, который часто обсуждался, звучал так. Сколько ангелов могут танцевать на остырье булавки? Вот богословы серьезно этот вопрос обсуждали. Почему? Потому что ангелы бесплотны, они не имеют плоти, но при этом они как-то являются в пространстве. Вот такая маленькая вещь, как остырье булавки. Сколько ангелов там могут танцевать? Еще один вопрос из этой же серии. Может ли Бог создать такой камень, который он не сможет поднять? Совершенно верно. То есть, такие вопросы были и остаются. Теперь смотрите, чем отвечает им Господь. 24 стих. «Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей». Он говорит, вы не знаете двух вещей. Во-первых, вы не знаете Писаний, а во-вторых, вы не знаете самого Бога, не знаете Божью силу. Он их обличает, хотя вообще говоря, все считали, что уж эти люди, саддукеи, Писания знают. Он говорит, вы Писания не знаете. Иисус использует Писание в качестве высшего авторитета. Писание и Божью силу. Кстати говоря, ответ Иисуса тоже замечателен. 26 стих. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Помните, когда Бог является Моисеем в горящем кусте, он говорит, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Но к тому моменту, когда Бог явился Моисею, что уже случилось с Авраамом, Исааком и Яковом? Они умерли. Значит, если воскресения нет, получается, что Бог является Моисеем и представляется со всем опломбом, со всей значимостью, «Я Бог трех мертвецов». Ну, то есть, есть сказка, да, «Три толстяка», а тут сказка «Три мертвеца». Он говорит, «Я есть Бог трех мертвецов, теперь иди и скажи фараону, пусть он мой народ из плена освобождает». Угу, сейчас. Значит, Бог не Бог мертвых, а Бог живых. Бог представляется, как Бог Авраама, Исаака, Иакова. Значит, даже согласно тем пяти книгам, которые вы, ребята, саддукеи, принимаете, Бог есть Бог живой. И он, Бог живых. И воскресение существует. Потому что Авраам, Исаак, Иаков должны были воскреснуть, иначе Бог назвал бы себя Богом трех мертвецов. Вот как серьезно Иисус относится к священному писанию. Вот как серьезно, буквально дословно, он приводит его, приводит священное писание, отвечая на возражение, выдвигаемое против, вот в данном случае, воскресения. То есть Иисус не говорит, ребята, вы знаете, ну, там в Писании, конечно, написано, что это написано уже давно, и надо бы исправить. Иисус говорит, вы не знаете Писание, не знаете силы Божьей. Если бы вы знали Писание, вы бы там прочитали вот что. И цитирует. Да, конечно, в Нагорной проповеди Он говорит, сказано древним, и так далее, а я говорю вам. Но этим Он лишь уточняет, Он не исправляет, а лишь уточняет заповеди, данные в Священном Писании. И, наконец, это общеизвестная вещь, я думаю, даже не нужно об этом сейчас говорить подробно, но упомянуть все-таки нужно. Помните, когда сатана искушает Иисуса в пустыне? И помните, чем отвечает Иисус на искушение, на все эти аргументы сатаны? Что Иисус делает? Он цитирует Писание. На аргументы сатаны Иисус отвечает цитатами из Священного Писания. Кстати говоря, есть там момент, когда сатана начинает цитировать Священное Писание, на следующей неделе, когда мы будем говорить об интерпретации, оттолковании Библии, мы с вами увидим, почему сатана цитирует неправильно, что там неправильного в цитате сатанинской. Но Иисус отвечает именно Священным Писанием. Опять-таки, Он не говорит, ребята, давайте разберемся, что тут так, что тут не так, что тут истинно, что тут ложь. Нет, Он просто берет и цитирует Священное Писание и таким образом отвечает на нападки Сатаны. То есть, авторитетность Священного Писания не просто очевидна для Иисуса, понятно, что она очевидна, но Иисус пользуется Священным Писанием в ответах на нападки. Причем, пользуется постоянно и более того, мы с вами увидим несколько позже, как Он рассуждает из Священного Писания и показывает пророчество о самом себе, показывает пророчество о Мессии. Вот для Него Священное Писание это авторитет. А теперь по поводу Богодухновенности нужно сделать еще несколько дополнений. У вас уже перед вами следующий слайд. В первом пункте написано, что Богодухновенность относится прежде всего к чему? К Писанию, то есть написанному слову. Иногда мы можем услышать такое словосочетание, как Богодухновенные авторы. Да, в каком-то смысле автор был Богодухновенным человеком, потому что Бог работал через него. Но вполне возможно, что те же авторы Священного Писания писали еще что-то, что не сохранилось для нас, что не вошло для нас в Священное Писание. Значит, Богодухновенность прежде всего относится к слову. Богодухновенно слово Божие, а не сам автор. Или не обязательно сам автор Священного Писания. Автор Богодухновенен в тот момент, когда он записывает свое слово. Это достаточно очевидная вещь. Следующая вещь, может быть, не столь очевидно. Относится к подлинникам или автографам Писания. Что такое подлинники или автографы? Определите, пожалуйста, скажите мне. Подлинники и автографы. Первый экземпляр, который написан автором. А, да, это авторский экземпляр. Значит, Богодухновенность относится именно к авторскому экземпляру Священного Писания. И вот здесь вот эта мысль может вызвать некоторые возражения. На слайде вам написано о том, что копии и переводы Богодухновенны настолько, насколько они соответствуют тому самому подлиннику. Значит, первая проблема заключается в том, что вот подлинника нет. То есть, нет такой рукописи Священного Писания, допустим, Ветхого Завета, книг Моисея, которые были бы написаны рукой самого Моисея. Вот это для нас не сохранилось, для нас это не дошло. Нет такой рукописи Священного Писания, которая написана была бы апостолом Петром или апостолом Павлом. Вот этих автографов не сохранилось. Значит, получается, что Богодухновенность относится к автографам, которых в нашем распоряжении нет. В нашем распоряжении есть рукописи. И этих рукописей много. Их очень много. И рукописи позволяют нам в какой-то степени, причем с вероятностью до 99,9% восстановить содержание оригинала. Именно об этом мы с вами будем говорить в четверг. Потому что в четверг у нас тема рукописная передача восстановления текста Священного Писания. Значит, возражение, которое здесь может быть предъявлено, заключается в следующем. Ну, как же, если Бог вдохновил определенные оригиналы Священного Писания, почему не предположить, что он вдохновил также и переводы Священного Писания. Некоторые люди, с которыми вы будете говорить, причем люди, знающие богословие, со всей авторитетностью скажут вам о том, что, например, перевод Священного Писания Кирилла и Мефодия богодухновенен. То есть, старославянский перевод Библии, выполненный Кириллом и Мефодием. Он богодухновенен. Почему? Потому что Бог решил особым образом использовать этот язык, старославянский язык, для того, чтобы русскому народу донести Евангельскую Весть. Но тогда возникает вопрос. Хорошо, этот перевод богодухновенен, но мы выяснили в результате исследования, что в каких-то местах древнейшие рукописи Священного Писания не согласуются с этим переводом. То есть, понятно, что рукописи, с которых переводили Кирилл и Мефодий, скорее всего, не совсем отражали подлинный текст Священного Писания. Так что же богодухновенно? Древнейшие рукописи или перевод Кирилла и Мефодия? В этот вопрос уперлись, между прочим, синодальные переводчики Священного Писания, готовя синодальный перевод, вышедший в 1876 году. Проблема между перед ними стояла следующая. Нужно было сделать перевод Священного Писания на современный для того времени русский язык, но при этом они заметили, что старославянская Библия не всегда соответствует наиболее авторитетным греческим текстам. Что делать? Менять, приводить в соответствие наиболее авторитетным греческим текстам или все-таки сделать так, чтобы вот эта русская Библия больше была похожа на старославянскую. То есть, в какую сторону идти? В сторону соответствия греческим текстам или старославянскому переводу? И вот переводчики синодальной Библии предпочли второй путь. Они приводили синодальный текст в соответствие старославянскому переводу, считая старославянский текст богодухновенным. Что из этого получилось, мы с вами поговорим с вами в пятницу, когда будем размышлять подробно о переводах. Но вот все-таки большинство евангельских христиан сегодня считают, что богодухновенность относится именно к оригиналам, к подлинникам. Да, при том, что их нету, при том, что они не сохранились, они восстанавливаемые. Мы можем их восстановить, мы можем посмотреть и понять, что же там собственно было. Все остальные переводы, списки и так далее богодухновенно на то, настолько, насколько они соответствуют вот тем подлинникам. Вот, а теперь я хотел бы вам задать такой вопрос. Это в связи с последним пунктом, пунктом третьим, который вы здесь увидите. А скажите, пожалуйста, когда в вашей церкви последний раз были проповеди по книге Левит? Кто-то из вас припомнит, кто-то не очень. Когда в вашей церкви были последний раз проповеди, например, ну, по книге пророка Наума? Скажите, пожалуйста, у вас были весной, молодец, пастор Валерий. Вот, а скажите, пожалуйста, а что больше ветхий за ветреновой по объему? Ветхий. Ветхий. А насколько больше? Да раза это в два, раза в три. Значит, получается, что, в общем-то, три четверти, да, или почти три четверти Библии – это Ветхий Завет, а одна четверть – Новый Завет. При этом наше чтение, наше изучение Библии чаще всего концентрируется именно на Новом Завете. Доходит до дикости порой. Когда я учился еще в семинаре, я хотел писать писать работу, писать выпускную работу по книге «Послание Якова». Значит, это Новый Завет, все нормально, да, но «Послание Якова». Я хотел сопоставить «Послание Якова» и книгу «Притчи». Так вот, прихожу я к заведующему кафедры и говорю, вот я хотел бы заниматься посланием Якова. Он говорит, вы знаете, это очень интересная тема, но у вас это не получится. Я говорю, почему? И вот заведующий кафедры Нового Завета мне говорит, потому что на нашей кафедре сейчас нет специалиста по посланию Якова. Как это? Они говорят, ну вот так, по Павлу куча, по Петру куча, а вот по Якову у нас сейчас специалистов нет. Даже по Иоанну куча, пожалуйста. А с Яковым облом вышел. Вот богодухновенность относится ко всему Писанию, ко всем книгам, ко всему тексту Священного Писания. Нет более или менее богодухновенных книг. Есть книги, которые мы для себя считаем более важными, есть книги, которые мы считаем для себя менее важными. Но как только мы с вами сказали, что богодухновенность относится ко всему Писанию, из этого автоматически следует несколько вещей. В частности, из этого следует, что через проповедь или цикл проповедей по книге Левит Господь нас может учить. Лучшие проповеди по той же самой книге Левит соотносят систему жертвоприношений, предписанную иудеем, предписанную еврейскому народу в книге Левит, с тем, что мы потом знаем о жизни, крестной смерти и даже воскресении Иисуса Христа. То есть, лучшие проповеди по книге Левит это проповеди, которые соотносят книгу Левит со служением Иисуса Христа. Такие проповеди, такие комментарии действительно существуют. Но помните, сегодня утром мы говорили о том, как важно терпение при чтении и исследовании Священного Писания. Вот когда мы подходим к таким сложным книгам, как та же самая Левит, книга Чисел, большая часть книги Чисел, некоторые пророческие книги, а нам просто по-человечески бывает сложно с этим текстом работать. Это совершенно другая культура, это совершенно другая жизненная ситуация, это совершенно другое окружение. И мы говорим, ну я, конечно, понимаю, что это Богодухновенно, но не для меня и не сейчас. Но помните, что пишет Павел? Все Писание Богодухновенно. И, кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание, что Павел не говорит каждый стих Писания Богодухновенен. Он рассматривает Писание в целом. Это значит, что тексты Священного Писания Богодухновенны в контексте. Нельзя вырвать из Писания стих и сказать, ну вот я сейчас, значит, буду так гадать на Библии, да, что откроется, то и мы посмотрим, вот это вот Бог мне через это говорит. Опять-таки к этому подойдем мы с вами, когда будем говорить о толковании Священного Писания. Итак, Богодухновенность относится ко всему Священному Писанию. Мы подытожим и приведем несколько качеств Богодухновенности. Качеств Богодухновенности. Первый из них какое? Дословное Дословное или вербальное. Вот здесь важная вещь. Богодухновенно каждое слово Священного Писания используемое в своем контексте, в том контексте, в котором он находится. А Иисус ссылается буквально на слова Священного Писания. Ни одна йота, ни одна черточка из закона не исчезнет, не говоря уже о слове. Павел в послании к Галатам, третья глава, говорит о семени. Не семенах, а семени женщины. Единственное число. Вот эта разница между единственным и множественным числом позволяет Павлу сказать, что это слово семя относится к Иисусу Христу. А опять-таки сразу возникнет вопрос, ну как же, иногда апостолы цитируют Ветхий Завет с некоторыми изменениями. И к этому вопросу мы завтра подойдем, когда будем говорить с вами о канонизации. Но очень часто доказывая какие-то утверждения, доказывая свои положения, авторы Священного Писания славятся на конкретные слова. Далее. Абсолютная или авторитетная Богодухновенность. Писание имеет высший авторитет. Иисус противостоит нападкам Сатаны на основе Священного Писания. Ранняя Церковь вырабатывает план действий на основе Священного Писания. Священное Писание имеет авторитет выше всего остального. Так относились к этому апостолы, так относился к этому сам Иисус. К сожалению, сегодня мы иногда видим другое. Писание, конечно, авторитетно, но слово пастор авторитетнее. Вообще говоря, слово пастор должно соответствовать Священному Писанию, соотноситься с ним. Оно не может быть авторитетнее Священного Писания. В нашей с вами культуре возникает еще одна проблема. Это соотношение Писания и предания, Писания и традиции. Вот в Ранней Церкви Писание всегда воспринималось как книга, имеющая высший авторитет по сравнению со всем остальным. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Иногда анализируя Библию оппоненты Священного Писания, а оппоненты в частности христианской веры пытаются смотреть на Библию с точки зрения современной науки и заставить Библию высказываться с точки зрения современной науки. Например, помните известнейший пример насчет горчичного зерна, которое самое маленькое из всех зерен, которое существует как Иисус говорит, что самое маленькое, но потом оно вырастает и так далее. Он говорит, нет, говорят современные исследователи, горчичное зерно далеко не самое маленькое. Значит, это он ошибся, это он совершил ошибку. Во-первых, рассказывал он притчу, он не делал научное утверждение, он не говорил, запомните, ребята, горчичное зерно есть самое маленькое из всех зерен, ничего подобного. Он использовал это как пример в притче. Во-вторых, слушайте, посмотрите наши с вами притчи, наши с вами тексты, послушайте порой наши с вами проповеди. Вот с научной точки зрения. Вы понимаете, мы не преподаем истины науки. Значит, давайте не требовать от Библии того, чтобы Библия... Если бы в какой-то книге Библии содержалась, допустим, классификация зерен, там было написано самое маленькое или самое большое, вот такое-то, тогда другое дело. Но в данном случае это стиль, который близок к поэзии. И, соответственно, интерпретировать его и надо с точки зрения поэзии. Всю ночь орошаю слезами подушку, ложа мою. Там пишет Давид в псалмах. Значит, возможно, это значит, что он плачет на протяжении десяти часов подряд. И, соответственно, ложе его целиком промокло от слез. Тогда нужно себе представить, какие у Давида были слезные каналы, сколько выделялось слезной жидкости. Тогда очевидно, что у Давида были какие-то особые особенности его физического устройства. Ничего подобного. Давид пишет стихи, и Давид в этой песне, в этой стихотворной форме объясняет всю величину своего страдания. Когда вы читаете возражения, которые возникают против Библии, выставляются против Библии, вот помните, пожалуйста, об этом. Библия совершенно не обязана выражаться научно, потому что она не ставит перед собой этой цели. Точно так же дело обстоит с округлением чисел, но тут ситуация еще интереснее. Дело в том, что в древние времена округлять считалось нормальным. Причем они округлялись серьезно. И иногда, кстати говоря, если у вас будет такое желание, вы можете подготовить, найти такие самые известные противоречия в Библии, мы с вами на следующей неделе об этом обязательно также будем говорить, но вы увидите, что иногда это округление приводит к различным данным. Допустим, в разных рассказах об одном и том же событии могут использоваться разные числа. Во-первых, они действительно округляли. Во-вторых, в древние времена считали далеко не всегда так, как считаем с вами мы. Например, когда мы читаем о том, что Иисус накормил четыре или пять тысяч человек в разных текстах по-разному, в разных евангелиях по-разному, важно помнить, что обычно считали только людей мужеского пола. То есть, когда написано, что считали, что пять тысяч человек, ну, скорее всего, если женщин все-таки обычно больше, чем мужчин, и детей они тоже не всегда считали, то, скорее всего, было достаточно больше. Некоторые комментаторы приходят к мысли, что вполне возможно, что их там было двенадцать тысяч человек. Ну, пять тысяч мужчин, пять тысяч женщин, ну, и там, при скромном подсчете две тысячи детей. Но это тоже при скромном подсчете. Может быть, и меньше, мы точно не знаем. Мы знаем только, что подходы были несколько другие по сравнению с тем, что сейчас мы делаем. Я прихожу домой и спрашиваю у жены, ну, как у жены моей, ну, как дела, какие новости, что делала сегодня? Она говорит, ну, вот я с ребенком погуляла, там я белье постирала, к подруге съездила, в магазин сходила. А я могу прицепиться и сказать, жена, ты меня обманываешь. Почему? Ну, потому что ты начала с того, что с ребенком погуляла, а вот соседка мне сказала, что она тебя на площадке видела буквально полчаса назад. Значит, ты с ребенком погуляла уже после того, как выполнила все вот эти остальные описанные действия. Значит, ты мне сказал только что неправду. Понятно, что, перечисляя все эти действия, она не ставила перед собой задачу дать хронологический ответ, перечислить в хронологическом порядке все, что она делала в данный день. У нее не было этой задачи. Поэтому, анализируя ее слова, я не могу от нее этого требовать. Но здесь есть один очень важный момент, который также надо проговорить в связи с округлением чисел, в связи с неточностью, возможно, неточностью языка и так далее. Это разница и на прозрачках, на PowerPoint, на наших слайдах этого нет, но все равно сказать об этом нужно, это разница между неполной информацией и ошибочной информацией. Вот Библия никогда не дает ошибочной информации, но порою она дает информацию неполную. Ну, например, в Священном Писании мы можем прочитать о том, что будет, когда Христос установит свое царство. Есть определенные описания, в частности, откровения Иоанна Богослова, 21-22 главы. Понятно, что новое небо и новая земля описываются в категориях знакомых читателю того времени. Современный автор, если бы Бог дал ему такое откровение, возможно, описал бы это иначе. А понятно, что по поводу нового неба и новой земли остается масса вопросов. Бог нам не все об этом говорит. Это неполная информация. Кстати говоря, еще меньше информации об Аде. Ну, будет плач и скрешет зубов, мы читаем, в частности. Но даже здесь проблемы. Вот огонь в Аду это реальный физический огонь или это внутреннее состояние мучения человека, который отделен от Бога. Одни интерпретаторы говорят так, другие говорят по-другому. В средние века богословы любили задавать вопросы, сложные и не имеющие ответа. Ну, кроме вопроса про ангелов, о котором мы говорили с вами на прошлом занятии, был еще один излюбленный вопрос. Будет плач и скрежет зубов, мы читаем. Хорошо говорили богословы того времени, а как с теми людьми, кто умер беззубом? То есть, вот человек умер, у него зубов уже нет, он попадает в ад. А как, чем он будет скрежетать? Другие богословы говорили, добавляли, отвечали на это, что, ну, вот Бог даст новые тела, в частности, да, и для тех, кто в аду, тоже. С зубами. Дабы было с чем скрежетать. Понятно, что изначально это вопрос, на который нет ответа. Бог не дал нам ответа. Те из нас, кто читают, любят читать западноевропейскую литературу Средневековья или эпохи Возрождения, наверняка знакомы с трилогией Данте, Божественная комедия. И вы помните первую часть этой трилогии «Ад», «Инферно», «Ад». И вот Данте с удивительными подробностями описывает ад. Концепция кругов ада, чем ближе к центру, тем тяжелее грех и так далее. В Библии ничего подобного нет. Это домыслы, между прочим, богословов того времени, это домыслы популярной фантазии того времени и домыслы самого Данте. Безошибочность не предполагает, что Библия дает ответы на все вопросы и что эти ответы полные. Но существует различие между неполным ответом и неверным ответом. Например, пятилетний ребенок задает вопрос «Мама, а откуда дети появляются?» Мы можем дать ему по крайней мере три ответа. Мы можем начать объяснять физиологию зачатия и дадим полный исчерпывающий ответ. Он ничего не поймет. Но мы по крайней мере объясним. Мы можем сказать, например, так, мама и папа любят друг друга, Господь любит всех нас и Он посылает нам детей. Или мы можем сказать, ну, вот аисты находят ребятенка в капусте и приносят его. Или мама и папа пошли и купили тебя в магазине. Когда я был маленьким, мне именно так и объясняли. Мама и папа тебя пошли и купили в магазине. И вот у меня было такое представление, что есть некий такой удивительный магазин, с которым на полках сидят дети. Меня всегда занимал вопрос, я представлял себе такие советские магазины, там ряды этих полок, вот, как себя чувствуют дети, которых посадили на верхнюю полку. Они же еще совсем маленькие. И я себе отвечал так, что они себя нормально чувствуют, потому что они еще не двигаются практически, из верхней полки они упасть не могут. Надо же было какое-то объяснение найти. Ну вот, первый ответ понятно, а физиологический ответ и 4-5-летнему ребенку он, в общем-то, бесполезен. А вот, если говорить о двух последних ответах, мам и папа любят друг друга, и нам Господь посылает детей, или вот про аисты, капусты, магазины и прочее. Смотрите, второй ответ верный, хотя и неполный. Он дается с точки зрения того, что человек может понять. Третий ответ неверный, ошибочный. Вот, Библия порой дает неполную информацию ровно настолько, насколько мы все это можем понять. Библия не дает, намеренно не дает информации ошибочной. Против этого есть возражение, и к возражениям против этих мыслей, против этого представления мы с вами перейдем в следующем нашем часе. А пока есть ли у вас вопросы, замечания и мысли вслух и так далее по поводу того, о чем мы с вами сказали? Пожалуйста. Вот вы сказали, что в послании Илуби используется ссылка на апокрифический текст. Это когда он говорит о споре... Да, совершенно даже не на апокрифический, я не совсем точно сказал, о споре по поводу тела Моисея. Вы помните, откуда эта фраза, откуда эта цитата, что это за спор по поводу тела Моисея? Вот это мы с вами оставим опять-таки на беседу о апокрифах и псевдоэпиграфах. То, на что ссылается Иуда, это псевдоэпиграф. Это книга, подлинность которой не признавалась в общем-то изначально. И все-таки Иуда на нее ссылается. Точно так же, как, допустим, Павел иногда цитирует Ветхий Завет не совсем точно. Он меняет цитаты Ветхого Завета. Значит, смысл здесь вот в чем. Есть очень важный принцип. И принцип этот звучит так. Всякая истина принадлежит Богу. Всякая истина это истина Божия. Вот вы проповедуете, допустим, в церкови, или вы пишете какую-то христианскую книгу, если вы занимаетесь писательством. Можете ли вы при этом процитировать мирского психолога, который сказал верную, правильную вещь, который сделал точное наблюдение? Конечно, можете. Понятно, что в вашем случае, в нашем с вами случае, наш текст не станет Богодухновенным. Но процитировать вы можете. Точно так же авторы Священного Писания иногда цитируют небиблейские источники, как в случае с Иудой, вот по поводу спора. Очевидно-таки, этот спор был. Очевидно, Господь подвиг Иуду в этом послании сослаться на этот спор. Почему он взял и использовал вот такой источник? Сказать трудно, но мы понимаем, что он это сделал. Да, именно об этом там идет речь. Иудей Субтитры создавал DimaTorzok